Четыре года назад, в 2012 году, мы с тобой беседовали в Лондоне, и потом сели и поехали к Борису Абрамовичу Березовскому. И провели несколько незабываемых часов в его кабинете, где один диван, помнишь, был одного цвета, а второй другого, потому что накануне на нем сидел Луговой, отравивший полониям Литвиненко. Три месяца кабинет был на санитарной обработке, на дезинфекции, и потом поставили новый диван. Прошло немного времени, и Борис Абрамович то ли был повешен, то ли повесился сам, а то ли, говорят, выжил. Как ты на самом деле считаешь, Березовский жив или мертв? Можно сказать все, что угодно. Но во что я не верю, я не верю в самоубийство. И ты его встречал, и я его встречал. И вот моя Татьяна, не даст соврать, мы его встречали тоже, Бориса Абрамовича. Это человек, который страстно любил жизнь. Скажи, он любил женщин, он в них понимал толк, он любил роскошную жизнь. Не дашь тоже соврать. И в ней разбирался. И в ней разбирался, да. Лучше, лучше всех остальных. Этот человек, даже, 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 потеряв, если бы он потерял все и так далее, он бы продолжал жить, даже младшим научным сотрудником, он бы вернулся к тому, он привык к этой тяжелой жизни, и он бы снова поднялся. Это был человек, который, как тростинк, которую ураган клонит, и она поднимается снова. Дуб вырывает с корнями. А этот тростинк встал бы снова. Он не мог покончить самоубийство. В самоубийство не верю. А вот выжил ли он? Ну, хитрый мужик был. Что говорит сердце разведчика? Его могли убить? У разведчика сердце не работает, у разведчика работает голова, а голова ничего не говорит. Мне нужны факты для анализа. То, что там инсценировка была какая-то, совершенно дико какая-то, там на галстучке на каком-то, что-то дикое там совершенно. Ну, почему не застрелиться? Вот эта версия самоубийства для меня не работает. Она неубедительна для меня. Я могу согласиться с тем, что его убили, или что он остался жив. Это для меня равновеликие версии. Когда будут какие-то доказательства, я склонюсь сюда или сюда. Но то, что он покончил самоубийством, с этим не согласен. Продолжение следует...